Девушки отдыхают И ты как раз посредине экрана Назад маленько еще Я слушаю, говори Ты видел, выставили Твою беседу Я послушал А, да Я вчера все послушал Три дня В общем На ум возьмись за ум Надо было назваться Ну ничего, все впереди Господь нас любит И все Да Знаешь, я отец Видишь, у меня вот Не было такого учителя Который научил так ясно выражаться Я так и мыкаю И мыкаю вот эти слова Они называются Слова-паразиты Да Вот, да Да Вот здесь, конечно Есть люди Значит, есть упражнения Которые тренируются Над этим Но я работаю Господи, помоги Потому что Вот вчера Такое воскресенье У нас был большой праздник Георгоба Значит, святой мученик Георгий Это только В Грузии Это второй раз исполняется Первый раз Это 6 мая А второй Это 23 ноября Называется Колесование Святого мученика Георгия Вот там эти страдания Там подробно Его описываются Его подвиги Его исповедования Ну вот И Евангелие Было О Милоседном Самарянине Вот Мы Об этом Говорили Что Нужно быть Милоседным Да И я взял Вот эти темы Очень интересные Были темы У тебя Ты Вот Хороший паренек Был Как его Андрей Капивин Вот Да Я посмотрел его Да Там хорошие были темы Подняты Вот Тысячелетнее царство Вот Здесь Именно когда Проповедь Значит На воскресенье Ну Я уже убедился Что Значит Довольно сложные Проповеды Трудно Проповедовать О воскресшем Христе Потому что Это надо Ну Значит Пережить Это надо Это Жить Жизнью Воскресенье Не по Плоти Да И вот Вот эта Идея твоя Тысячелетнего Царства Здесь Говорят Что мы Это Царство Небес Внутри Вас Это Прежде всего Духовное Царство И там Примеры Вот это Сеятель Что Оставьте До Пшеницы Это Значит Это Уже Значит Уже Осуществилось До Это Осуществляется Вот Что Именно Мы Уже Здесь Вот Вопросы По Царству Небесному Вот Хочу Чтобы Ты Раскрыл Это Да Ну Вот Видишь Столько Зла Еще Столько Оступлений И Видишь В церкви Какие-то Проблемы Поднимаешь Это У нас Тоже Самые Стоят Да А Вот Здесь Царство Небесное Тысячелетнее Царство Наступило Здесь Как это Какое Царство Когда там Это И влудство И пьянство И Содомизм Здесь Вот Как-то Это надо Словом Выразить Здесь Хорошо Хочу Послушать Да Ну вот Потом Было Он Поднят Вопрос О Совершенстве Вот Да 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 Вот Он Именно После Покаяния Значит Уже Как бы Относится К прошлому Значит Ты уже Значит Осознал Себя Погибшим Грешником Христос Спаситель Господи Прости Меня Погибаю Прости Меня Господи Да Вот Естественно Если человек Верует То Конечно Бог Верен Праведен Простит Грехи Очистит От всякой Неправды Да Но Потом Видишь Все время Остается На покаянии Вот Как-то С кем Это ты Был Вот Такой С мусульманами Он работает Я Забыл Его Имя Здесь Да Ты говоришь Об Иисусовой Молитве Вот Это Тоже Мне Очень Что Даниил Сосоев Хотел Сказать У меня Плохо Слышно Нет Вы Упоминали Его Нет Нет Ну ладно Тогда Плохо Слышно Это да Это Даниил Сосоев Друг Нет Он С тобой Это диалог Вел Ты его Там Немножко Раскритиковал Потом Письмо Прислал Мне Что он Осознал Свои Эти Грехи Калинин Александр Ну детско С тобой Беседовал Калинин Александр Да Да Калинин Да 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 Калинин Александр Да Вот Здесь Были Да Вот это Были Подняты С ним Темы Здесь По Молитве Здесь Именно Иисусову Молитва Это Начальная Молитва Благодарение Потом И Вот Уже Полностью Разговор Или Как это У тебя Было Выражение Со Христом Вот Тоже Хочу Чтобы Ты Поднял Этот Вопрос Ну Первый Вопрос О Тысячелетнем Царстве И говорят А где Оно Царство Если Христос Сказал Царство Мое Да Да Вот Вот Я хочу Пояснять Сейчас Царство Мое Не от мира Сего Ну Что А какое Оно Царство А где Оно Пришло Ныне Приблизилось Царствие Божие Покатись Ибо Приблизилось А как Приблизилось Мы считаем Иоанна Златоуста Оно Приблизилось В лице Иисуса Христа Он Царь И где Он Там И царство Со Христом Царствовать Будешь В тюрьме Был Такой Владимир Филимонович Марцинковский Ты знаешь У тебя книга Есть Его Он говорил Так Со Христом И в тюрьме Свобода А без Христа И на свободе Тюрьма Это так И поэтому Говорить А я этого Не вижу Мало Что мы Не видим Ты должен Поверить Здесь Не сказано Что ты Увидишь А поверишь А как Поверишь Когда везде Все такое Беззаконие Как вы Начали Перечислять Всякие Грехи Мы знаем По слову Божьей Что Бог Знает Никто Говорит Не знает Последнего дня Только Отец Мой Евангелие От Марка Считаем Так если Отец Знает Ну Отец Знает Что сотворил Человека И раскаялся Зачем Такого Сотворил Далее Нам не надо Рассуждать Нам Совершенно Бог не позволил Рассуждать Мы должны Просто Принять Вот Принять И все Что лев Будет питаться Мясом Он будет Драть Там Козу Барана Корову Травой Питать Он не будет Потому что Не пришло Еще время Мы должны Эту данность Усвоить Себе И не претендовать На то Чтобы Лето было Все время А зимы Не было Ночи Не было А день Один был Говорит Но так Будет до конца Зима Лето Ночь День Это сказано В Писании Мы видим Когда Бог Я говорю Так в такой форме Приближенной Распланировал Он творит Человека И у Бога Был план План Ну допустим Человек Строит дом И говорит А здесь у меня Усадьба будет А здесь у меня Двое сыновей Я их отделю А тут рядом Еще место Надо взять И на кладбище Так делает Здесь я Здесь место Бывает Это для родственников И где-то Бог распределял Притворение мира Как и что будет Где океан будет Где углубление Где горы Это все На чем все Стоять будет И вот Он говорит Из всех птиц Избрал Голубицу А что Разве Паврин Хуже Голубица Я голубей Держу всю жизнь И скажу Более глупой птицы Нету Самая глупая птица Но Бог ее избрал И далее Из всех животных Насколько красивых Бог избрал Одну овцу Ягненка Он есть агнец Он В виде агнца Показан был Видел я агнца Готового к закланию Дух святой В виде голубя Ну неверующий человек Это посчитает За сказку какую-то Но мы там знаем Что это не так И Бог распланировал Как будут люди жить Как потоп будет Как потом языки разделятся И Бог У Бога это план План То есть Не вслепую это все идет Это у Бога распланировано И чтобы в это поверить Мы возьмем пророчество Даниила Когда он на берегу моря стоит И видит как выходит один зверь Выходит второй, третий А можно сказать Чтобы этого не было Один Овен Овен вышел И персидское царство было Нет Придет еще козел И козел его С верепостью То есть Александр Македонский Обязательно родится Это уже распланировано было И известно Что Александр Македонский Не мог усыновить свое царство Хотя дошел до Индии А как Уже предсказано было Что у него вырос Тут сломил сорок И четыре рога вырос Это четыре государства Из него будет А может пять Не будет А может три Не будет Не будет Понимаете У Бога есть план И он избирает народ свой один Вот 2896 наций Если не знаешь Запиши На земле 2896 Ты меня слышишь? Да Вот И он избирает один народ Да 96 2896 Он избирает отдельный народ Из всех народов один И вокруг этого народа Все события будут совершаться Его вдоль и поперек будут идти Все завоеватели А он останется Этот народ Богом избранный И его нельзя уничтожить Но цари мира будут ставить задачу Уничтожить Там как Гитлер Другие Это не один был А сумеют уничтожить? Нет Сталин гнал эту нацию Сумел победить? Нет Их давно нету А эта нация набрала такую силу Весь мир подмяло под себя Во всем мире старается увеличить Количество своих Детей Соратников Единоверцев А у этой нации наоборот будет Никого к себе не допускать Чтобы не было ассимиляции Они строжайшее правило ставят И люди знают то Как они ограбили страну Россию Все эти гусинские Березовские Говорят Это не Бога избранный Это сатана избранный народ Этот народ сатана избрал Я говорю Вот за это ты ответишь Не потому Ты говоришь по фактам Смотреть по фактам Я нигде не вижу Что этот народ богоизбран Этот народ Ищадие какое-то И Бог пришел К погибшим овцам Израиля Погибшим Его овцы дохлые были И они его распяли Не узнали Но план Божий Известил и об этом В конце мира Они обратятся И когда я людям говорю Бог так сказал Ну как сказал Ты что не видишь Что они делают Ты какие-то Вырожденцы Это дебилы Олигопрены Ты что угодно можешь говорить Я ничего не оспариваю Я только говорю Что к этой нации Прикасаться нельзя Мы можем только Благословлять ее Нам другого не дано Почему я такой благословен Вот все говорят Ну почему у тебя Так все ладится Потому что я день и ночь Благословляю Эту нацию Может на одном Вовраме только и было А дальше пошло и пошло Не надо смотреть глазами Надо верить И так тысячелетнее царство Я вот к чему подвожу Ты не видишь А ты поверь в это Сатана имел полную власть Над людьми Везде пылали жертвенники Приносились такие жертвы И вдруг Молодые девицы Вера, надежда, любовь Мать София Они побеждают этого Сатану Они побеждают императоров Откуда сила От Бога Царство его пришло в силе И стоя на арене цирка Они одно повторяли Кристос Регнат Пусть Христос царствует Откуда взяли Из псалтыри Господь царствует А Господь это Христос Ну а Данаилия и Егова Там не поняли бы Они Кристос говорили Нужно было утвердить Имя Христова Хотя Христом Назывались и языческие императоры Скажи Киру Помазаннику моему Писание говорит Христом называется Кир языческий Таким Киром Я считаю Горбачева Михаила Сергеевича И легко это докажу Надо верить Тому что написано А не тому что видишь Святые говорят Не верь Что тебе говорят Посмотри своими глазами А когда увидишь Своими глазами И тогда не верь Своим глазам А чему верить Святой Библии И вот Христос Это мы считаем 3.8 Первое послание Иоанна И говорит Для того то явился Сын Божий Первое Иоанна Чтобы разрушить Дела дьявола Хорошо Давай повторим Значит Его назначение было Разрушить Дела дьявола А где он его разрушил? Да нигде Его убили Но если он их не разрушил То это был не Христос Потому что он не выполнил Свою миссию Это был обманщик И правильно сделали Что распяли его У человека Такая мысль может возникнуть Он пришел Разрушить Дела дьявола Я верю в это Где? Меня спрашивают Ну а если я разрушил Где? На Голгофе А где это известно? Евреям 2.14 Запиши Послание к евреям 2.14 Вот Где разрушили? Но как дети Дети То есть мы Причастны плоти и крови То и он Он Христос Воспринял ом Где? От Девы Марии Духа Святого Защатся Дабы Смертью своею Что? Дальше-то ты знаешь как? Лишить силы Имеющего державу смерти То есть дьявола Да, смерть Я повторяю Он пришел Для того Чтобы разрушить Дела дьявола И если я спрашиваю людей Говорю Вы не верите Что царство наступило? Нет Я говорю Скажите А вы верите Вот это послание Иоанна? Конечно Я говорю Он пришел Цель определенная Разрушить дела дьявола Вы верите в это? А где он разрушил? Мне не надо говорить где Я должен сказать что разрушил Если не разрушил То это не Христос Он не выполнил свою миссию Нет Это Христос был Значит разрушил А теперь ищи сам Где он разрушил Мне не надо ничего доказывать И державу смерти Имеет дьявол Держава То есть Дьявол с смертью И все И Христос воспринял Вот это тело Чтобы можно было быть распятым Когда пробьют Дабы смертью Своею Лиши силы Имеющую державу смерти То есть дьявола А где? На Голгофе Смертью смерть поправ Ну мы же поем Это на пасхальный день А где он его поправ Когда смерть царствует? Тебе не надо это говорить Ты должен поверить в это А вы говорите о том А где люди? Не спрашивай людей Не спрашивай никого Спроси Христа И Дух Святой тебе покажет Где это было сказано Где? А почему ты думаешь Что он связан? Мне не надо думать 12 глава 29 стих Евангелия от Матфея Матфея 12.29 Записывай Как кто может войти В дом сильного И расхитить вещи Его если прежде не свяжет? Я говорю Христос расхитил вещи? А где он расхитил? Ну как где? 3 тысячи людей Уверовало 5 тысяч Вселенная Миллиард И что сошел в преисподнюю Пленил плены Дал дары для человека Пленил плен или не пленил? Псалмопевец Давыд говорит Пленил Ну значит он его попрал Он связал Его написано Как похитить вещи Его вещи это Похищенные сосуды Души людей Если самого его прежде не свяжет Так связал нет? Ну по Библии связал А по глазам смотреть не связал Так не смотри А он сейчас имеет власть Сатана Власти он не имеет Он имеет власть на теме Которые предались ему Это собака на длинной цепи Ты не подходи Он тебя не тронет А если ты подойдешь В пределах досягаемости Он тебя возьмет А где этот размер? Размер страха Божий Когда Ева хотела прикоснуться Адам говорит Не прикасайся Не прикасайся Не прикасайся к злу Мы должны верить Написанному На Голгофе наступило Царство Христово Какое? Верим в евангельское проповеди И когда я говорю А все говорят Две тысячи лет Он считать старик этот не умеет Тысячу лет А говорит Две тысячи лет У Бога один день Как тысяча лет Это время евангельское проповеди И когда в Библии Мы считаем слово тысяча Оно везде обозначает Почти везде Означает много И благословив тысячи родов Ну один род хотя бы взять За двадцать пять лет Род Потом другой Третий Четыре рода Так двадцать-то пять тысяч Когда будет Когда всего семь с половиной прошло Это что еще будет Двенадцать тысяч лет Когда мир подошел к закату Вот-вот начнут Россию Раздирать на счастье Вот-вот Израиль додаст Своего мессии Мешааха Его царица над всем миром Идут печать ставить Мы вплотную подошли к этому Ну неужели непонятно Что тысячу родов Означает много Из поколения в поколение И далее Падут под тебя тысячи И десять тысяч Одесну и тебя Ты не думаешь Что тысяча-два Уже не упадут Упадут Это сравнение дается И тьма вокруг тебя Десять тысяч Может быть и двенадцать И сто Ты зачем к словам привязываешься Ты значение слова пойми Когда Господь говорит о чем-то Ты должен сравнить С другими местами Священного Писания Святой Библии Вот и ответ О тысячелетнем Царстве Я говорю Скажите Вот у тебя Последний рубль Ты потратил Сколько у тебя денег осталось? Так нисколько В году последний день Тридцать первого декабря Сколько дней осталось? Нисколько Так почему Библия говорит Что Христос будет судить В последний день Двенадцать сорок восемь Евангелие от Иоанна Записывай Двенадцать сорок восемь Я вас не сужу Говорит Христос Слово, которое я говорю Оно будет судить вас В последний день Кого судить? Ну судить ясно Тех, кто не слушает И тех, кто слушает Мы все предстанем на суд Божий Чтобы получить соответственно тому Что делали жиря в теле Доброе или худое Первое послание Коринфянам Павел говорит Соответственно Значит суд в последний день будет? Ну да Теперь открываем Шестая глава Евангелия от Иоанна Четыре раза Христос говорит Верующий в меня имеет жизнь вечную Я воскрешу его в последний день А сакистиктанты За тысячу лет воскрешают И на небо возносят Ну что тут толковать-то? И подряд Четыре раза В одной главе Говорит последний день Теперь Господь говорит Марфе Марфа Воскреснет брат твой А она отвечает Знаю Господи Воскреснет в последний день Отсюда вывод Что Марфа Слышала от Христа Когда он говорил Не за тысячу лет А именно в последний день Те, которые верят В хелиазму Эту ересь Это от лукавого Это не от Бога Такое толкование Что будет Потом мы воскреснем Ничего этого не будет Этого нету Царство Христовой Благодати Наступило На Голгофе Для этого мы молимся При воскресении его Избави нас от лукавого И мы считаем Житие святых Как они Сатану сковывали Даже Иван Нарговородский Его в рукомойнике Запер А потом В Иерусалим Слетал на нем И сколько Такого знаем Именем Господнем Легионы исходят И он ничего не может сделать С нами Христос Он дает власть Наступать на силу Вражью Последний стих Евангелия от Марка Значит Это толкование церкви Другого нету И только оно Одно верно Все остальное Сплошное заблуждение Отступление от церкви Характеризуется По трем параметрам Основные Это первое Нет понятия о церкви Нет рукоположения Второе Чтобы изображение Христа Божьей Матери Называли идолами И третье Вера в тысячелетие Царства Которое будет Вот три главных признака Чтобы определить Сектант это или не сектант Что это человек заблудший Лишенный понятия А шестой вселенский собор Шестой вселенский Девятнадцатое правило Запиши Запрещает толковать Библию Вопреки святым отцам Как уже принято Запрещает Я это даже не знал Я не пытался никогда А то Игнатьевское учение Там Лапкинское А их спрашивает Тут один священник Ну вы мне покажите Владыка Хоть одно место Где Игнатьево учение Да кого он говорит Вот в полное погружение Это не Игнатьев говорит Пятьдесятое апостольское правило И Евнух И Филипп сошли в воду Крестил Близенон И слово крещение Означает погружение Не погружение Нет погружения Нет крещения Это обман Нет крещения Значит нет погружения Оно так и переводится Тауфан Погружать Чего тут придумывать У него в биографии Сплошная мистификация А они его вычеркнули Его и Николыча Чудотворца И мощи это отдали русским А почему Стали исследовать И смотреть Потому что Те житописатели Которые писали Они писали Даже не с кондачка И не с потолка Опровергать даже не надо Если это было сделано Тогда надо остановиться На каком-то хотя бы Ну немножко Задуматься Почему Я его признаю Каждый день ему молюсь Николича Чудотворца Молюсь Все Для меня это Закон Но Я должен задуматься Почему Такая Большая церковь Часть церкви Назовем католики Деканонизировали У них очень веские доказательства Ну а почему Тогда вы Призываете Ответ Я православный Раз я православный Я это все принимаю И вреда мне в этом не будет Никак Я доверяюсь Церковному разуму Так у вас какое-то Раздвоенное Я говорю У меня не раздвоенное сознание Оно расстроенное И я покажу В чем дело Как гражданин я И как христианин Во мне живут Как гражданин я За то Чтобы казнили Всех маньяков Всех Которые повинны В смерти людей Как в Китае Открыто казнить Чтобы другим страх был Он В Пакистане Там Мальчика Они взяли Маленького Шестилетнего Чтобы выкуп дали А выкупа не дали Они его убили И задействованы На нем было шесть мужчин И одна женщина И всех повесили Всех Вот это я понимаю Государство Правильно Но это Как же вы христианин Я как гражданин Говорю А как христианин Я этого сказать не могу Потому что Жизнь принадлежит Только Богу Да что их кормить надо Это решает государство Не я Потому я нигде Ни на каких ролях Не был Никогда Я бы мог занимать Какую-то должность Хотя бы маленькую Хотя меня приглашали На большие должности Но Я никуда не пошел Я мог давно быть Священником Меня сколько И епископы Буквально запирали Не выйдешь Пока не рукоположим Я мог быть епископом Давно А я никто Я никто Я просто ассенизатор Я в пирамиде Человеческих свойств Нахожусь Там внизу Социальная лестница По которой меня гоняли Была убрана Я не поднялся И все Я сын православия Но на первом месте Я христианин Если я замечаю В православии Что-то противоречит Святой Библии Это не мое Это уже не мое Откажет И тогда Георгия Победоносца Признаешь А в Библии Не сказано Что не святой Нигде не написано Так его жизнь была Жизнь его была неправильная Потому что он Служил В войске императора Язычника Диоклетиана Страшного гонителя И помогал ему Держать христиан В несвободе Будущий христианином Его надо Отключать навсегда Но Замущение Которое он принял Как царь Николай Церковь Причислил Клику святых И я молю его каждый день Святой мученик Георгий Моли Бога Обо мне грешным Вот как Я ничем не погрешаю То что я его признаю За святого Ну конечно На первом месте Христос Так какой еще вопрос Понятно Понятно было Да Здесь вот ты упомянул О крещении Да Что да И вот эти много тем Что полным погружением На основании соборов Отцов И всегда была практика В первой церкви Но это начиналось Погружение Вот это все Это форма Выражалось Содержание То есть Проходили Большое Значит В течение Нескольких лет Путь оглашения Обучения Вот допустим Вчера у нас Очень много народа было Да Ну они там Разговаривают Некоторые А потом Здесь Ну я Значит Оглашенный Изойдите Сделал возглас И вышел Сказал Вот такие слова Что Кто Некрещеный Значит Изойдите Ганрэдит Выйдите Здесь Ну кто На Не церковный Человек На замечании Смертельном Грехе Там Должник Который Взял Не отдал Долг Свой Грех Воровства Потом Обод Нераскаянный Гадатели Потому что Здесь много Людей Приходят Уже Таких Светских Которые Не знают Сейчас Выйдите Потому что Здесь Христос Духа Начинается Литургия Верных Христос Духом Святым Присутствует Совершает Таинство Посему Значит Чтобы не было Вам это Служение В осуждение Выйдите Потому что Как сказал Апостол Многие У вас Больны И немало Умираются Да Вот это Выслушали Они Здесь Ну потом Еще раз Повторил И мы уже Начали Литургию Верных Ну вот Своего Такое Маленькое Оглашение Было Здесь Вот я Ну считаю Что Первое Когда Значит Вот Выполняют Форму Они Приезжают Крестятся Полным Погружением Здесь Но Совсем Мало Мало Оглашены Вот Поэтому Здесь Надо Огласить Хорошо Человека Чтобы он Понимал Чтобы он Всегда Говорит Ношу Мертвость Господа Иисуса Христа В теле Моем Я Каждый День Умираю Умираю Для греха Поэтому Вот здесь Вот Путь Вот это Царство Небесное Вот мы Значит Апостола Значит Разбирали У нас Есть Библейский Кружок И мы Читали Апостола Якова Вот он Значит Приводит О совершенстве Всякое Даяние Доброе Всякие Да Совершенные Не сходят Свыше Отца Светов Которого У него Нет Изменений Ни Тени Ни Перемены Но Кто Вникнет 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 Там не тени Перемены Слово Тени Приводит Будучи Слушателем Будучи Не Слушателем Забывшим Но Исполнительным Делом Блажен Будет Своим Действием А вот Да Действием Действием Итак Так Вот Так Теперь вот что я тебе скажу Ладно Пока ты там думаешь Ну Ну Я хотел об оглашенных сказать Можно Об оглашенных Да Да Вот Давай А я найду Когда говорит соглашенные Зайдите Трижды То знаете Что после приходит время И говорят Двери 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 Означает Это возле К диакону А диаконов Было до шести В одном храме Не больше шести И диаконы Обязаны Пройти Среди народа Зная Своих И не зная Чужих И вывести их И там уже Там За дверьми Если они пришли Во время богослужения Решить Кто они Такие Диаконы Даже знать Диаконы И запереть двери Двери Это означает Не шторку дергать Хорошие А запереть двери Храма За шиколду Там Чтобы никто Не зашел Вот у нас Допустим Это выполняется Неукоснительно Строго А вот церкви Я поясняю От трех До пяти лет А которые знают Уже Просто пришли Может быть Несколько месяцев Всего только Тут надо смотреть Что за человек А бывает Он уже давно ходит И все знает И ему уже только осталось Принять крещение И когда Ты его вывел Ты должен ему сказать Почему Ты не можешь зайти Никуда не уходи Скажи Вот сейчас будет Уже закончиться Еще будет проповедь У батюшки Вас коснется Господь Сказать надо Вот мы куда едем Ездили в миссионерскую поездку У нас с собой Были документы Но ты нас не спросил Но ты нас знаешь Где написано С печатью С подписью Батюшки На бланке церковном Что мы Я вот Такой-то Николай Такой-то Фамилия Не состоит На отлучении И имеет право Причащаться В любом храме Если бы мы приехали Раньше Было время там еще Мы могли у тебя Все причаститься И к нам Которая приезжает Если у него Нету Ну тебя Приедешь Мы знаем Ты будешь служить У нас Служить сразу А если не знаем Мы должны у него Получить ставленную грамоту Проверить Действительно он Священник Или мошенник Он должен это доказать Приехал Кирилл Сахаров Того спрашивать не надо Мы его знаем Ну Просто знаем А Которая приезжает Бывает в Миряне Где-то Мы обязательно Требуем справку Нету Причащаться Он не будет Это такой закон Это закон Каноны Такие И мы ничего Не добавляем К нему Мы строго Придержимся Канонов Которые Послужили нам К жизни Вот так Но эти Каноны Вот ты приедешь В Иерусалим На Голгофе Там тебя попросят Документы Это по правилам Это обязательно Попросят По правилам Было так Мы ничего Не придумали Когда у нас Говорят Ну у вас Такая строго Всякие глупости Придумывают Ну какие слова Слышали Это твои слова Ты за них Ответишь Я православное Церковь православная Я его выполняю Как написано А бывает Когда пришли Мы даже Маленького ребенка Ну который уже ходит Соображает Года четыре Мы спрашиваем Он крещеный Или нет Если не крещеный Дети тоже Выводятся Выводятся И они готовятся К окрещению А бывает Так Пришли Бабушка Там другие Всех крестить Надо А ребенок Оказался Крещеный Правильно Они доказывают Сами были Ребенок Все остается И причащается Хотя он приезжий Мы его видим Первый раз Мы ничего Не придумываем Это правило Данное Для жизни Из посторонних Это Пять Четыре Тринадцать Должно быть Пять Тринадцать Диани апостолов Из посторонних Никто Не смел Пристать К ним Никто А народ Прославлял К посторонних Никто Не может Пристать К верующим А тут Все Колышется Туда Сюда Как В проруби Да Вот Я вопрос Задал Но немножко Шири Именно Процесс Оглашения Вот Из этой Проповеди Устно Говорит Ему Мы Где бы Мы не вели Занятия Выступления Это Процесс Оглашения И бывает Человеку Только Сказал А он Принял Проходит Какое-то Время Его Никто Не видел Он Опять Приходит Его Спрашивают А он Все Знает Он Говорит Я Это Все Бросил Бороду Не Трогаю Я Все Абсолютно Сделал Как Надо Что Слышал Он Сам Больше Нигде Не Был Он Живет Где-то В сельской Местности Приехал Его Говорят Мы себя Не знаем Он Говорит Ну Вы Меня Проверьте Я Прошл Раз Пришел В храм Один раз Полгода Назад Я Слышал Проповедь Я Сразу Достал Библию У вас Купил И дальше Взял Календарь Я посты Все Соблюдаю Проверили Действительно Так Он Приехал Не Один Жена Их Сразу Крестили Сразу Все Знает Препятствий Никаких Нет И мы Сразу Попросили Свидетеля А он Приехал На Сталой Машине Там Сколько Тут Нельзя Так Быть Говорить Всегда Трафарет Надо Смотреть Реально Подходит Это Под Это Или Нет Ну Еще Значит Значит Вот У меня Мы были Мама Представилась В марте Месяце Дочка Моя Была Елена Там Смотрели Значит Ну Просто История Такая Была На Перроне Я уже Елена Меня Привожает Она С мамой Остается Ну И Ну Там Идут Вроде Миссионеры Раздают Брошюрки Ну Увидели Бороду Наума Остановились Предлагают Брошюрки Ну Лена Там Немножко Знала По Английским Значит Но Я У них Спросил Кто Такой Мессия Когда Это Будет Какие Признаки Ну Оказалось Это Такие Миссионеры Ну Их Там Разные Религиозные Течения Иудейские Разные Есть Они Да И Вот Он Назвал Один Главный Признак Он Нам Должен Построить Храм Значит Поэтому Мы узнаем Что Это Мессия А Если Он Не Построит Храм Мы Его Не Признаем Как Мессию Вот Ну Потом Вот Такой Короткий Диалог Был Значит Они В пятницу Вечером Это Уже Канул Субботы Значит Везде Там В городе Там На базаре В центральных Местах Такой Приходит Ну Можно Назвать Равин С Этими Амунициями Здесь Как Это Твилем Талис Все Это С Молитвенниками И Вот Они Всем Предлагают Желающим Читать В аэропортах Стоят Молодые Такие Красиво Одетые Так Ухоженные И Вот Распространяют Эту Литературу Проводят Беседы Вот Так Что У них Есть Это Своё Оглашение Вот Такое У нас Было Свидетельство Там Значит Здесь Вот Ещё Вот Мы Ваши Собрания Ваши Здесь Разборы Да Так Так Они Называются Да Вы Читаете Слово Евангелие Читаете В толковании Отцов Да Это Значит Ну Это Это Очень Хорошо И Они Так Это Знают Писание Подкованные Это Тоже Мне Очень Понравилось И Там Эти Дамы Сёстры Знают Это Слово Божие Это Да Это Очень Хорошо Да Но Здесь Вот Когда Ты Говорил Значит Александром Калининым Значит Там Была Тема Сейчас Сейчас Я вспомню Была Тема Нет О Духовном Совершенстве Это С молодым Это Значит Андреев Капивой Было Капивой Это О Духовном Совершенстве Он Тебе Задал Вопрос И Вот Было Значит Ты Ответил Говорит Иисусова Молитва Это Только Начало А Потом И же Идёт Когда Человек Обратился Получил Прощение Начинается Благодарение И Вот Я Одну Брошюру Прочитал Значит Значит Что Священное Писание Значит Первый этап Это Оправдание Что мы Омылись Очистились Оправдались Кровью Господа Иисуса Христа Потом Начинается Освящение И так и Называется Христос Освящение Наше Значит Оставим Оставим Начатки Учения И Повторяются Повторяются А вот Я Заметил Что Именно Освящение Вот Допустим Мы Разбирали Апостола Петра Это Четвёртая Глава Здесь Сейчас Я Четвёртая Глава Он Вспомни Говори Говорит Как Слова Божия Служит Ли Кто Служи По Силе Понимаю Вот Именно Здесь Раскрыть Эти Темы Говорим Мы там О немногоглаголем Там Разное Всё Это Да Но Я Задумался Понимаешь Они Ну Каждому Мы даём Слово Там Сказать Да И дошло Ну Я Готовлюсь Говори На эту Тему Говори Как Слова Божие Я Уже Дальше Не Мог Читать Потому Что Говорить Как Слова Божие Это Всю Душу Надо Вывернуть И Лазы И Уши И Глаза Всё Всё Отдать Христу Чтобы Иметь То Что Говорит Господь Поэтому Здесь Вот Хотелось Бы Открыть Вот Эту Тему Освящения И Вот Эти Этапы Молитвы Которые Ты Перечислил Более Подробно Если Можно Побеседовать Об этом Освящение Говорю Тебе Просто Думать Об Освящении Не Приходится Вот Я Сейчас Буду Думать Я Сегодня Освящался Или Не Освящался Так Вопрос Не Ставится Это Апостол Павел В кабинете Или В темнице Сидит И Им Пишет Вот Вы Это Делали А Почему Ну Просто Мне Жалко Стало Человека Нет Всякое Доброе Даяние От Отца Светов А Которые Делали Добро Жертвовали Милости Там На Острове Мелит Я Здесь Да 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 Вот Они Об этом И не думали Освящение Они Знали Что Люди Потерпели Кораблекрушение Им Надо Помочь А Были Это Христиане Не Христиане Перед Богом Одинаково Доброе Дело Приемлиться Кто Бо Он Не Был Почему Корнилий Не Знал Но Молитвы Твоей Милости Не Пришли Перед Богом Он Не Знал Не Благодаря Тому Что Был Добрый В Это В В Это В Домик Кожевника Петра И Он То И То Скажет И Сделает Всякое Доброе Даяние От Отца Света Так Если Это Коммунист Фашист Не И Голуби Окном Голуби Друг Вырывают Скотина Бодается Если Голубенок Не Не Может Голуби Задолбят До смерти В один День До Внутренности Будут Долбить Его В Природе Нет Закона Этого Это Только В Духовном Плане И Вот Идет Освещение Освещение И Просвещение Еще Есть И Думать Об Это Не Не Приходится Когда Ты Делаешь Вытаскивает Его А Когда Потом Кто Разбирает И Говорит Вот Что Значит Просвещенный Духом Святым А Он Говорит Да Это Коммунист Был Бросился Верующие Стояли Рты Развинули Никто Ничего Водоворот Был Холодная Вода Льдины Были И Там Ребенок И Он Вырвал До Берега Едва Едва Довез Милиционер Дотащил Едва Не Утонул Говорит Вот Так Вот У нас Детский Садик И Переводили Ребятишек Флажки Держат Через Дорогу А В Это Время За Преступниками Гонятся И Они Со Всего Хода Летят На Детей А Милиция За Ними Следом Летела Милиция Выскочила И Поперек Машину Поставила Они Когда Ли Там Два Милиционера Погибли Сразу Вот Эту Душу Отдали За Жизнь Свою За Ближнего Своего Так Они Неверующие Комсомольцы Бог Разберется Они Показали Высшую Любовь Ни О Каком Освещении Они Не думали Нужно Учиться В этой Жизни Ориентиром Держать Для себя Внутреннюю Совесть Она Первичнее Евангелие И Побуждение Которое Дает Тебе Бог Это Навык Навык Поститься Навык Молить Навык Бодрствовать Мало Спать Воздерживать С языка Сдачи Не давать Руку Прижать В одну Щеку Повтори Подставь Вторую Это Навык А вот Теперь От совершенства Из веры В веру Это Сидят Люди В кабинетах И они Начинают Или в келье И они Начинают Это По частям Раскладывать Апостол Павел Просто Показал Что он Освятился Как бы Прикоснувшись Жертвеннику То есть Мысленно Я пришел На Голгопу И кровь Христа Меня омыла И глядя На его подвиг Я устремился К нему Вот и все А они Очень часто Множеством слов Запутывают Дело Ну что такое Уныние Просто уныние Вы Расспросите Любого монаха И запишите На магнитофон Я насчитывал Жития святых Это Не одна Биография Жития 1173 Если не знаешь Запиши 1173 Биографии Я их знал Ну и что такое Уныние У меня Своя наработка Она не похожа На то Что говорили Святые Я вывожу так От плохо Сделанной работы Приходит уныние Печальный дух Плохо молился Ты время потерял Ничего не делается Плохо делал работу Надо переделывать Медленно работал Мало получишь У тебя уже уныние Уныние везде Больше получили А ты меньше всех Жена голодная Дети кричат Вот и все От плохо От сделанной работы То есть Ты просто должен быть Бодрым Ревнительным И не ограничиваться Восьми часами Мы всегда работали больше Работы пришел А потом на шабашку Кому-то дачу построить Кому-то еще что-то А как А этими деньгами Которые мы завладели Заработав Мы в это время Находили нуждающихся И помогали А много нуждающихся Много И мы жертвовали Все эти большие деньги Баптистам Чтобы они издавали Подпольное Евангелие Издавали Вот и все Ты можешь Унить так Да кого Куда Меня это не касается Я делал По побуждению Сердца Освящение Вот это Есть освящение Он меня осветил И просветил И побудил На это А по частям Разбирать А что такое Уныние Там отчаяние Отчаяние Это совершенно Безнадежность Когда надежды Ни на что нету В отчаянии Нил Синаевский Говорил так Согрешить Это дело Человеческое А отчаиваться Дело Сатанинское Упал Вставай Златоуст Говорит И снова упал Снова вставай Этим я не побуждаю Тебя падать И грешить А предупреждаю Тебя Чтоб ты не отчаивался Вот и все А поэтому По полочкам Вот как они разбирают Как грех подходит Прилог И прочее Никто и не запомнит А как тогда бороться По Евангелию Подставщику Требует Рубашку верхнюю Одежду отдай нижнюю Поделись Хлебом нуждающимся Есть две рубашки Одну отдай И вот это тебе будет Освещение Просвещение Так это Моральный кодекс Строителя коммунизма На кого он весь взят Из Евангелия Там один пункт Не сходился Ненависть к эксплуататорам И к религиозным кому Даже он не так Извещал еще Вот как А отдельно Вот так тему Освещение Я никогда не разбирал Хотя все Просчитал про это И не буду разбирать Потому что Нельзя выделить Это отдельно Оно идет В совокупности Дальше Укрепление В мужестве Когда Господь Удаляет всякий страх Ты смело говоришь Не подделываешься Вот сейчас Я написал письмо Метрополиту Корнилию Он первый мне написал Там Сказали Приглашение Там за мои книги Отблагодарил И на прошлой неделе Я снова получил От него письмо Я просил Разрешение Нашим старообрядцам Это жены Сестра Нина Васильевна И моя родная сестра За ним Трое Чтобы они могли Приходить в наш храм Креститься Как они крестили Двуперстно Так пусть и крестятся Так Вот Не разрешил митрополит Не разрешил им приходить А почему А главная причина Ваш устав наш В котором сказано Что у нас в храме Можно креститься И трое перстно И двуперстно Это в уставе нашем Очень плохо написано У нас это непозволительно У них на храме написано Кто к нам приходит С шипотью Не креститься Но я не могу На этот уровень опускаться Я им не могу Угодить Я бы что не сделал Нет не так Ты должен Иисус писать С одной и Иерусалим Надо Ерусалим Да я не Иерусалим Я Рушалаем Иисуса нет А есть Ешуа Если уж вы на то пойдете Надо в оригинал смотреть Я им не могу угодить А почему Потому что Вы не коньяни То есть я хожу В московскую патриархию А они это не признают Если в московской патриархии Я скажу А я ходил к старобряцам Они тут запрещают Господь говорит Горе вам Когда все люди будут Говорить о вас хорошо Горе Чтобы всем быть выгодным Удобным Никак Путина одни хвалят Другие проклинают Так точно на Украине Так точно Гитлера и Сталина Ты делай все Сверяясь с Евангелем Во свете Библии смотри И там тебе освещение Просвещение И духовное возрастание Совесть будет побуждать тебя К большему Ты будешь Пронзительно Пристально смотреть Где люди нуждаются во мне А то Имеют средства Деньги Машины И не знают кому Одна сестра Мне зашла И говорит А у меня муж Не верующий Но он добрый-добрый А чем он добрый Вот на работу Собирается И попутно Ему далеко ехать На машине Он всем звонит Я выезжаю Выходите И они дорога едут Он полную машину Набирает и везет И никогда деньги не берет Вот это да А у нас бывает Из церкви уедет И не подберет Бабушку Не видал Действительно удивительно Как А там внутри Такой человек Ближе к покаянию За него молятся И тогда Говорят Они примут вас В обители небесные Ну там написано Восемьдесят Сто Пиши восемьдесят И проще Все Господь дал Доступное Для любого селянина Для любого Жителя сельского Сельской деревни Ничего запутанного В Евангелии нету Тем более Святые отцы Истолковали Когда я говорю Мне говорят Люди в ответ Это как просто Это объяснили А я не стараюсь Просто говорить Я просто люблю Господа И Он полагает Мне на сердце А когда пишу стихи Говорят Такие сложные стихи Они с двойным Стройным подтекстом Я знаю Где сказать просто А стихи Это не каждый считает А когда считает Раза два три Он начинает Тогда раскрывать Ахает и охает Сколько заложено в них Понятно Поэтому освящение Идет от Господа Ну не потому Что я прошу Дай мне освящение Написано Будьте святы Как я свят И все Я прошу Господи Избавь меня от греха От зависти Ненависти Ревности Обиды Говори Ну вот об освящении Значит Первый этап Это Оправдание Здесь Человек должен Уверовать Во Христа Значит Вот совершить Покаяние Да Освящение Вот я фразу Читаю Идет дальше Оно Простирается На нашу Греховную Породу И на все Существо Оно Имеет дела С некогда Бывшими Плодами А с коренным Деревом От которого Они произошли Еще Могут Произойти И с корнем И причиной И первоисточником Потому что Ты грехи Значит Вот Уже Обратился К Богу Даже Принял Крещение Но эти Старые Привычки Здесь Греховная Природа Она Всегда Дает О тебе Знать Поэтому Это Освящение Оно Распространяется Здесь На эту Греховную Природу Дабы Вы Сделались Причастниками Божественного Естества Удалившись От господствующего Мире Расслению Похотью 2 Петра 1.4 Дети Мои Которые Я снова Муках Рождения Доколе Не Изобразится Вас Христос Что Дух Душа И тело Должны Осветиться Все Цело Если Мы Занимаем Только Оправданием Ну вот Покаянием Призываем Церковь Без Освящения То Возможно Что Некоторое Число Людей Придет К Обращению Но Они Никогда Они Выйдут Из своего Плотского Образа Мысли Если Дух Святой С самого Начала Если Дух Святой С самого Начала Вывел Их Из Него То Они Снова Впадут В Него Это Вот Такое Греховное Состояние Далее Оправдание Имеет Дело С Прошедшим Состоянием Оно Действует На Прошлое Оправдание Есть Великий Поворотный Пункт Жизни Грешника От Греховной Жизни Человека Итак Оправдавшись Веду Мы Имеем Мир С Богом Ты Тогда Кого Оправдал Тихо Прославил Да Если же Детям Божьим Которые Таковы Уже Годами Говорится Об Оправдании То Священное Писание Свидетельствуется О том Как О Прошедшем Времени Освящение Имеет Дело С Настоящим Временем И Переживаемым Состоянием Да Это Вот О чем Ты Говоришь Это Видишь Ты Осветил Свои Все Члены И Дух Святой Через Тебя Говорит Ты уже знаешь Как его послушать И от себя Не говоришь Вот дальше Даже И после того Как Человек Был Уже Много лет Там И Бывает Десятками лет Чадом Божиим Дело Идет о том Что Достигнуто До сих пор И что Еще Належит Впереди Это Уже Ясно Показывает Что Оправданием Еще Не имеешь Так же Освещения Нет Как бы Мы Были Уже Освещены Оно Всегда Будет Предметом За которым Нам Предстоит Еще Устремиться Вперед Старайтесь Иметь Мир Со Всеми Святыми Без Которого Никто Не Увидит Господа Братья Не Почитаясь Достигшим А только Забывая Задняя Простираюсь Вперед И стремлюсь Целей Почести Высшего Звания Божия Во Христе Иисусе Так как Многие Неоправданные Во Христе Смешивают Освещение С оправданием Но Они Настаивают На том Что Никогда Нельзя Сказать Что Ты Искупленная Чадой Божией И имеешь Мир с Богом Итак Оправдание Есть Начало Искупления Освещение Есть середина Совершенно Есть Освещение То есть Конец Славного Искупления Единение Со Христом Воистину Освещение Есть Простирающиеся На нашу Жизнь Нашу природу И наше Существо Ежедневное Расширенное Искупление Оно Есть Освобождение Всех сил Души И тела Наших Чувств Членов Дарований Способностей Нашего Стремления Всего Что мы Что мы Всем Что имеем От служения Рабству Тление От Бога Поэтому Освещение И должно Продолжаться У нас Пока Все в нас Не будет Носить Печать Святыня Господу Ну вот Где-то В таком Духе Правильно Все написано Да Слышно Меня В жизни Так никто Не рассуждает Я повторяю Это кабинет Нерассуждение Когда Доходит До дела То на первом месте Стоит вера А дальше Вера Мертва И человек Делает доброе Дело Побуждаемый К тому Совестью Своей Чувством Справедливости А его дела Теперь люди Будут рассматривать В эти рамки Брать Это все правильно Написано Но никогда Никто не думает Будет ли освящением Я вот это дело Освящусь Или нет Это Написано Покаяние в прошлом Покаяние до самой смерти Это неправильно Покаяние Ну хорошо Покаяние у Петра было А потом отрекся Что покаяния ему не надо Теперь покаяние И тем более ему нужно Больше плакать А потом Где-то не так поступил Вот Павел облечил Бессемерьем увлечены Снова покаяние Покаяние Когда человек С прежней греховной Жизнью расстался Оно послужило Тебе дверью Входа В истинный труд Просвещения Когда Бог Духом Святым Осиял А вот эта подробность Где написано Это человек Хорошо рассуждает Но Эти слова Не говорятся И не думаются Во время исполнения Во время исполнения Одно Когда Велика Там Пишет Эпиктет Будем говорить Я христианин Что бы ни сказали Я христианин Вот в этом все заключается Есть такое выражение До того простое Как мясорубка Мясорубка Один винтик открутил И вся распалась Там еще нету И вот здесь точно так Я уверовал Все сказано Дальше Родился свыше И быть Вадимом Духом Божьим Все в этом заключается А тут-то будет Отсвещение Просвещение Там много-много Этапов Как считают Смертные грехи Семь смертных Другие считают Семьдесят семь Смертный любой грех В котором нет раскаяния Повернулась А сказано Не оборачиваясь А стоит там Жена Лотова Насмеялся над отцом Проклят Ханаан Не надо всю жизнь Собирать грехи Однажды Не воздержался Захамил И это хамье Которое смеется Над старшими Над родителями Над духовными отцами Хамье Надо все Преподавать Так просто Чтобы любой Который ничего не знает Мог это принять А слово освящение Я буду говорить Когда Лампочки нету Сидим во тьме Никто и не поймет О чем я говорю Я только буду говорить Ты молись Это все дает Искренняя молитва Когда многого Так рассуждают Я вижу У меня всегда встает вопрос А он молился Или нет Прежде чем вот это сказать Думал ли он Тех людей Которым попадет это Ты скажи так Чтобы любой Коснулся Бумажку попало Ему там с этими словами Написано И он уже мог бы Покаяться Обратиться Хорошие Повторяю Это все написано Очень хорошо Но это кабинетный работник Пишет Кабинетный Это может быть Никакой не практик Он не видит Брошенных детей Он никогда не заступится За вдову Он даже не знает Это Да он и не упоминает Этого Дух святой Покажет На что ты годен Тут нигде не говорится О благовестии Я понимаю Это монашеский труд Это монашеский уклон И где А на первом месте Зарытый талант будет Идите благовествуйте Идите проповедуйте Евангелие Я уверовал Только уверовал И сразу пошел проповедовать А какое освящение Вот тут и освящение Новые души Спасенное освящение Вот ко мне приехал Борщуков на ум А поехал православным Освящение получил И вместе с тобой И я радуюсь А я тебе никогда Не говорил об этом А это кабинетные работники Они говорят хорошо И просто посидеть дома Поразговаривать Может быть еще За стаканом вина Совсем будет хорошо Все правильно Положила начало Начало покаяния Абсолютно правильно А дальше Водительство Духом Святым Второй момент Водительство Святым Духом Кто Духа Христова не имеет Тот и не его Он опять об этом не говорит Это кабинетный работник А не практик Практик видит Вот я пошел А меня побили Мы собирали Собирали деньги Мы знали Очень нуждаются На Украине Поехал наш брат А его прямо Ну напали там Чеченцы или кто-то В Москве ограбили Все деньги забрали Ну ладно ли это Да где забрали-то Срода не подумаешь где Я пришел в церковь Заходил к церкви Деньги были Зашел в церковь Руками денег нету В притворе церковном Под колокольней Я знаю кто там стоял Ну и что Да какая это церковь Одни жулики собрались А Златоуз говорит А Бог разве не знал Что ты любишь тех людей Знал Но он решил Бог Бог тебя испытать И допустил сатану Чтобы он запустил Пакли свои руки В карман А теперь Бог смотрит Как у его А ты отними у него все Будет ли он тебя прославлять И он у Бога спрашивает Дай мне вот эту душу Я обкраду его Будет он славить Бог говорит бери И вот я в это время Я очень осторожен Но тут как-то Я примерно говорю Со мной этого не было И вытащили А ты поблагодари Бога Ну я же шел Другим там люди голодают Господь А Златоуз говорит С другого места Бог пошлет больше Но если ты зароптал Это как раз то Что сатана и добивался Он тебя еще раз Там покрадет А когда ты Бога прославил Он как Опаленный огнем Отскочит от тебя И близко больше не подойдет Вот это рассуждение Никаком освящении Здесь не говорится Но вот как раз здесь Тот кто мне давал Он осветил меня Этими словами Благодарение В молитве Я возрадовался духом А я буду думать Освящался Не освящался Это кабинетный работник Повторяю А слова правильные Слова правильные Все правильные Но на практике Никто об этом не думает Главное вопрос Ну здесь Ты же согласен Ладно говори Здесь же Слово освящает Да Слово освящает Когда ты читаешь Слово Оно освящает Твою душу Аминь Здесь И уже дает Приказ Здесь уже Да Твоим членам Поэтому здесь Именно заключается Вот это Освящение Которое Говорилось Здесь Именно Вот Если ты Язык у тебя Нету У меня Допустим Нету тормозов Или вот Я с тобой беседую И вот эта дама Она Вот Так вот Да Вставляет реплики Здесь Да Без тормозов Поэтому здесь Надо научиться Говорит Не согрешающий языком Есть человек совершенный Понимаешь В этом же надо Упражняться Чтобы пустить Таких воинов На проповеди Здесь Надо Пасковать Их Да И на практике И словом Здесь Потому что Они приходят Вот Значит У нас Вокруг церкви Там Начали Яговисты ходить Да И вот Наши верующие Возревновали И о них Значит Они Совсем Не были Подготовлены Но потом Повели беседы Там Ну можно сказать Семинары С ними провел И они уже Говорят Места Говорят Что Христос Есть истинный Бог И жизнь вечная А у вас Даже Это Выброшено Эти фразы Выброшены Из Библии Значит Вы подменили Библию Под свое Учение Это же Ложь Как же мы Можем согласиться Это кадра Была Проведена Поэтому в этом освещение надо Или в семье Если они там уже Там женились Уже нагрешили Соединились Потом Разошлись Потом опять Если они освятились Здесь Надо же Просветить их Потом Здесь Вот эту веру Они выразят В делах Если они знают Это Да Ну вот Отец Хочу Уже мне По раз Настройку Значит Еще у меня Есть Одно Предложение Значит Да Закончу Вот когда писал Это апостол Петр Пишет Павел И мы освятились Очистились Те люди Которым он пишет Они этого ничего не знают Для этого он им и пишет Они думали Просто так Мы Во Христе Стали добрые Он говорит А вы не знаете Какой процесс С вами был Бог незримо Через слово Вас просвещал Освещал Возвышал Переходили из веры В веру Они это делали Но они не знали Они не кабинетные работники А тот уже по частям Все разложил Я знать еще не знаю Я строитель Я строю дворец Прекрасный Я не знаю названия Этих Канделябров разных И вот пришел Специалист Он посмотрел И он начал Такие слова Говорить Вот это относится К византийской культуре А вот это Что сделали Вот к этому Я ничего не знаю Я просто очень люблю Архитектуру И так сделал А уже пришел Специалист Он теперь в кабинете Все это разложил И показал Вы понимаете Это три эпохи Это Сусилийская Вот это взятое из Италии Барокко Я ничего не знаю Я много ездил Много считал И поэтому так построил Я ничего Я просто глазами это видел Я видел Как людям это нравится Я старался сделать так Чтобы старые люди Обездоленные Были в этой красоте Жили Не в старая А который пришел Он начинает Вот видите Как вы хорошо Психологию знаете Для этих больных людей Это самое Для оздоровления Я говорю Я ничего не думал О том Не придумывай даже Они говорят Вот обо мне Иногда пишут Я говорю Ничего этого не думал И вот один говорит Игнатий Когда был Ну мальчиком Он видел себя Вооруженным В латах Что там где-то На мамаемом поле То другое Я говорю Ты откуда-то взял-то все Ну как Я писатель Так ты писатель Меня бы спросил Видел или нет Я во сне видел Как я сусликов ловлю Я с птицами вожусь Я ни разу не видел Себя вооруженным воином А он обо мне Это написал И по радио передали И все думают Вот это герой живет Как один по газетам Посчитал Корреспондент А его направили К нам сюда Ну и он нашел меня Где Ну он по газетам То там Как меня представляют И впрочем Пишут Это в общем правильно Он говорит Думай там такой богатырь Слово не скажи Зашибет сразу А зашел Там вот такой вот Говорит Как шмель Шмель говорит Пушистый Но говорит Шмель-то шмель Говорит Но когда стал говорить Я по-другому подумал Вот так Так что Я остаюсь При том Что человеку Необходимо дать понять Ты не сам делаешь И все что ты сделал В Боге Это дух святой Который осветил тебя Который помогает тебе Который открыл глаза На нужду другого А не так А как вы относитесь К мусульманам Я в тюрьме Иду по камерам Ну в первую очередь Я помогаю им Да какой же ты христианин Это люди С другой стороны У них другая пища дома К ним здесь плохо относятся Они забиты Они могут жизнь покончить Самоубийством Я в первую очередь Помогаю им Меня учить не надо А почему ты так От Бога Я от Бога Это имею повеление Видеть нуждающегося А я сидел Думал А ты думал Что освящение Там просвещение Я ничего не думал Я видел нужду Этого человека Как он как зверь Мещится Я понимаю Они сидят Только думают Вырваться Только отомстить А когда мы побеседовали Да я в камеру прошел еще Он совершенно По другому говорит Что бы я сделал Чтобы загладить Свою вину Вот и все И я в это время Не думал Ни о каком освящении А теперь В кабинете Тот Кто рассуждает Он увидит И меня Бог осветил Просветил И того тоже Меня просто поймите Что я говорю Все что сказал Ты прочитал Все правильно Правильно Но в момент Когда ты делаешь Ты готов Ты под водительством Духа Божия Дух тебе подскажет Мне на днях Только задали вопрос А вот как вы ответите Ну да Давай Ну что отец Давай прощаться Мы давно уже здесь сидим Да Благослови 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 Сейчас Вот Последняя Фраза у меня Да Ну давай Вот об этой встрече Которая была Сирия В Потеряевке Да Да Вот у тебя И ты молишься за это И мы молимся За это Да Вот я тебе Пример говорю Ну что-то у меня Было на сердце Такое Встретиться с патриархом Да Кстати Мы же у него были И фотография есть Да Это отец Моком Да Да Были Да Встретиться с патриархом Да Вот Я С ним встретился Он меня принял Вот я помолился Он меня принял Он решил мое дело Здесь Поэтому Здесь Может Здесь Позвони ему Говорит Вот я хочу встретиться С начальником Там С епископом Есть Ну Там дела Хозяйское строительство Да Я ему звоню Там МПО МПО Это по-грузински царь А МПО Это МПО Царствующий Вот так перевести Да Я говорю МПО Ну вот я У меня такой вопрос Да Разрешите с вами встретиться Когда вы будете Он назначает время Я прихожу Мы решаем вопрос Так и ты Позвоним Здесь Да Потому что Видишь Здесь Постучаться надо Это нормальное дело Я считаю И мы будем молиться за тебя Может даже письмо Надо коллективное Написать Еще второе И я тоже Напишу Там Понимаешь Надо стучаться Здесь Потому что Духа не угощается Я пока сижу на месте Ты понял Что я сказал Я понял Понял Но я не могу пойти С чего я буду навериваться Вот они пришли Был архимандрит Секретарь Епархии Но дальше не идет Они не звонят Ничего Но я еще могу Я только молюсь Я сказал Я готов Я могу взять Пять предметов Пять предметов Могу взять Если им нужно Но пока Никто не звонит Ну это было уже Ты ему позвони Вы делайте Позвони Я хочу Побеседовать С вас Побеседуйте Ну все Благословляй Давай Отходи Ну хорошо Спасибо Слава 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 Следом Отходи